Спецподразделение «Стрела» – один из хедлайнеров любого церемониала республиканского уровня, от парадов до инаугурации главы государства. Впрочем, их работа только на первый взгляд сплошной праздник. В этом убежден мой коллега Игорь Тур, который за несколько дней с инспекторами «Стрелы» успел оценить новый немецкий автомобиль, оказаться в эпицентре настоящей погони за нарушителем и даже встретить в аэропорту президента иностранного государства. Их могли бы громко назвать «железные братья» или «белорусскими рейнджерами», но зовут лишь на первый взгляд прозаично. «Стрела» – как самых точных и самых быстрых. До 100 километров разгоняется за 7,6 секунды. Святая святых, гараж спецподразделения с февраля украшает этот немец. БМВ третьей серии, полный привод, 184 лошадки под капотом и 230 километров в час. От «Белого рыцаря» уйти будет непросто. Но на дорогах его видели пока единицы, куда привычнее глазу «Крайслеры». Командир «Стрелы» рассказывает, эти машины заслужили уважения. «Как во всех американских фильмах, на которых ездят американские копы. Поэтому, садясь за этот автомобиль, ты понимаешь, что у тебя под капотом 350 лошадей, которые могут тебя разогнать до 280 километров в час. Не каждый автомобиль БМВ может себе позволить». «Предпочтение даем марке «Ямаха».» А это уже гордость двухколесная. 146 лошадиных сил, 8 тысяч оборотов в минуту и разгон до сотни за три секунды. В автопарке появились, когда лихачи на спортбайках стали нарушать спокойствие. Наверняка кто-то шел в ГАИ, чтобы однажды дорасти до седла этого железного коня. «Всегда мечтал, да, попасть в спецпотребление, а именно в службу с квартирами. Но своего мотоцикла нету. Ну, если честно, хватает на работе. Проезжаем, бывает за тренировку по 300 километров». «Стреле» всего 24 года. Ее развитие началось после распада СССР. В Минск стали чаще прилетать делегации. Встретить лидера дружественной страны безопасно и красиво – дело чести. И 27 февраля 1993-го создали специализированное подразделение ДПС ГАИ по сопровождению и эскортированию глав делегаций иностранных государств. Машины ВАЗ-2109 и мотоциклы «Урал» служили недолго. Их увидел лишь президент Польши Лех Валенца. А вот уже к визиту Билла Клинтона в 1994-м в «Стреле» появился «Мерседес» и двухколесное «БМВ». Подразделение «Всегда» на первых страницах газет. Его нельзя не заметить в телеэфире. Передвижение для инаугурации президента Беларуси. Встреча гостей особой важности, парады и праздничное шоу. Но как бы удивительно это ни звучало, в свободное от таких миссий время «Стрела» просто отряд ГАИ, который работает по всей стране. Но, во-первых, спецподразделение фактически служба собственной безопасности. Если проще, это инспекторы, которые исключительно бескомпромиссно проверяют, если придется, штрафуют других инспекторов. А во-вторых, здесь самые опытные сотрудники, которые нарушения порой просто чувствуют. «Всегда» поворачивала налево на улицу Казинца, потом увидела, что мы стоим, работаем. Выключил повороты и проследовал дальше на МКАД. И значит, ну, какие-то проблемы у водителя есть. Сейчас посмотрим, какие. Ну, какие нарушения у вас есть? Транзиты просрочены. Но подразделение все же специальное, с нестандартными порой для ГАИ функциями. Подразделение выбывает на задержание с такими спецподразделениями, как СОБР, Алмаз, Альфа. Занимаемся перевозкой органов и тканей в клиники, так как доставка там ограничена по времени, а человеку нужна помощь. Стреля около 80 человек. Попасть в штат непросто. Нужно высшее образование, права категории А, Б и С, стаж в ГАИ от 5 лет. При этом строгий конкурс отбирают по моральным и физическим качествам. Ведь в седле мотоцикла порой 12 часов подряд и в любую погоду. Но тем, кому удалось пройти этот отбор, достается интересная работа. Чтобы понять, что такое встречать главу государства, отправляемся в аэропорт на борту того самого Крайслера. Эскорт для президента Грузии. Малиновка, стрела 16, желтая контрольная точка. Кортеж выруливает на проспект независимости. Контрольная точка – это каждый перекресток или пешеходный переход, то есть любой участок, где могут неожиданно появиться машины или люди. Мы в замыкающем автомобиле, роль которого – не допустить проникновения в колонну сзади. Отсюда же запрашивают зеленый коридор и дают отчет после прохождения каждой точки. Кстати, изначально стрела – это позывной отряда, но к нему так привыкли, что в 2001-м неофициальное название закрепили. Станция в салоне замолкает лишь за кольцевой. И сейчас есть время спросить, сколько президентов на счету Анатолия Кукарцева. Спецподразделению он 10 лет. На скидку больше 70. А есть деление по степени важности? Конечно, есть деление между главой государства и премьер-министром. На главу государства выделяется 7 мотоциклов плюс 2 запасных. На премьер-министр выставляется 5 мотоциклов, 2 запасных. В полутьме, свет в салоне не по протоколу, говорим о разном. О том, что в эскорте нужно идеально знать город, чтобы не попасть в пробку о ЧП, которых почти нет, но к которым все равно готовы. И о гражданских, которые просят не только сфотографироваться, но и порулить. Едем, кстати, по ощущениям, довольно медленно, километров 70 в час. И резонный вопрос – а если эскортируемое лицо спешит? Бывает ряд исключений, но это настолько мизерно, что, как правило, вся колонна движется согласно правилам дорожного движения с допустимым пределом превышения скоростного режима. Но даже без допустимого превышения по ночной дороге добираемся быстро. До прилета президента Грузии еще 2 часа, но стрела уже в национальном аэропорту. Впрочем, скучать сотрудникам ГАИ не придется. Большую часть времени съест инструктаж, ведь в этой точке построение кортежа нужно поменять. Крайслеры у ВИП-выезда, а остальное – кортеж у взлетной полосы. И вот президент Грузии в Беларуси. Начинается самое главное. Машины выстраиваются в боевом порядке, чтобы исключить любую вероятность столкновения. У кольцевой кортеж дополняют мотоциклы. Машину коррестить. В остальном те же действия, но в обратном порядке. Напряжение, везем быть президентом, чувствуем только мы, журналисты. У сотрудников ГАИ действия отточены до автоматизма. И вот съезд с проспекта, пара поворотов, и мы на месте. Гродно, сила 43, прибыли президент отель. Я могу вас поздравить, господа. С боевым крещением. Да, боевыми штатными сотрудниками стрелы. У Георгия Маргвелошвили впереди будут два дня официального визита, но даже интенсивность новостей о президенте Грузии не перебьет наши эмоции от такого путешествия. Это круто. И так можно сказать обо всем подразделении, самым заметном в белорусской милиции. Его бойцы в рейдах, в погоне, в эскорте и всегда на высоте. А о себе говорят так. Стрела – это не позывной, а образ жизни. Игорь Тур, Алена Бортенкова, Дмитрий Буй, Виталий Мотин, Андрей Чураков. Контуры. Контуры.